Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня у нас 11 января. И всю эту неделю я выкладывала прошлогодние видео о формировании томатов. Для чего я это делаю? Я вот уже... Сейчас я открою эту... Я уже объясняю в каждом видео, что летом и весной, когда вот все эти видеоролики я снимаю, нам некогда. Мы постоянно находимся в огороде, некоторые люди вообще живут в садовых участках, где нет интернета. Но это очень важная тема. И сейчас мы весной опять выйдем, летом выйдем весной в огород. И у нас вопросы эти возникнут. Вы будете спрашивать некоторые, а отвечать мне будет некогда. У меня летом тоже очень много работы. Поэтому сейчас зима самая такая благоприятная пора, чтобы учиться. Я вот начала с того, с самых простейших способов формирования. Рассказала, как в один ствол, как в два ствола, как в три ствола. То есть с самых азов мы начали. Это самое простейшее. Но потом, чем дальше мы шли, когда формировать томаты. Потому что некоторые думают, что томаты нужно формировать, вот эту обрезку все делать, начинать. Когда именно сформируются первые вот эти кисти. Но я там объясняю, что нет, нужно формировать уже при высадке. Обрезать нижние листья, там удалять кое-что лишнее. Сколько нижних листьев. И в каждом видеоролике я немного пояснительную записку добавляю. И перечисляю все мои видеосюжеты, которые сняты на эту тему. Потому что если вы хотите действительно в совершенстве овладеть вот этими всеми приемами формирования томатов, то нужно смотреть от первого до последнего. А если вы начинающий, то я еще раз советую. Лучше сделать подписку. И когда вот эти приходят видеоролики, я их не хаотично выкладываю, а именно в том порядке. Вот я начала сейчас выкладывать. Начала как формировать в один ствол, как формировать в два ствола, в три ствола. В три ствола. Тороплюсь, чтобы не загружать вас сильно. Когда начинать формировать? О формировании наглядно. Все это в огороде вам показываю. Все-все понемножку. И вот по одному, по одному, по капельке, по капельке. И мы все эти знания, когда соберем в кучу, потом вы все это, весь пазл у вас сойдется, вы весной выйдете, вы будете во всеоружии. Дальше вот, когда нужно начинать удалять листья, зачем вообще формировать саму цель формирования? И вот все в видеороликах написано, что именно мы формируем для того, чтобы и урожай пораньше поспел, и томаты налились, если крупноплодные, то побольше. И в каждом видеоролике я объясняю, что формирование, это не как некоторые начинающие думают, что в один, два или в три ствола. Нет, это целый комплекс ухода за томатами. И посынкование, и удаление нижних листьев, нормирование плодовых кистей, прищипка верхушки, это все формирование. Мы должны четко знать, зачем мы это делаем, когда нужно делать, как правильно нужно делать, и вот сколько убирать листьев, как прореживать куст, потому что одно дело удалить посынки и обрезать вот лишнее все, а другое дело, когда прореживать в среднем ярусе, когда вот там в центре некоторые не знают, что убирать можно, а что не убирать, сколько листьев нужно убирать обязательно, для того, чтобы проветривалось, не было фитофторы. И в конце концов сегодня я выложила видео о том, что уже в прошлом году, уже в июне, я получила свой ранний результат. И я к описанию видео, читайте всегда описание видео, потому что я выложу, все там объясню, и тут же приходит вопрос, а зачем это так делается? Ну иногда в описании, вот вы прочитаете, я иногда выкладываю там целую почти статью, такую заметку. И когда сегодня выложила последнюю, вот завершающую, томата в теплице поспела в июне, я объяснила, что если бы я не удаляла лишние листья, пасынки, не проводила прореживание, не нормировала все это, то возможно у меня и не было бы такого раннего урожая. Сейчас вот все вопросы, которые к этим видеороликам пришли, я постараюсь быстро-быстро пройти и ответить. Вот смотрите, к видео, пора прищипывать верхушки и цветы на томатах, Галина Герасименко написала, я в этом году впервые закрыла банки, в банки на салат зеленые помидоры, короче, это такая вкуснятина, теперь не буду переживать, если помидоры не все созреют. Да, есть у нас закуски из зеленых помидор, но все-таки все согласятся, что лучше, если вот эти спелые, вкуснейшие томаты поспеют на материнских кустах, это совсем другое, и витаминность другая, и аромат, и вкус, это не то, что зеленая консервация, и все-таки все стремятся, особенно вот мы, жители сибирского региона, других холодных регионов, мы стараемся, чтобы у нас поспели плоды, чтобы не снять зеленые вот эти попырышки. Дальше, зачем удалять нижние листья томатов? Пишет Марина, спасибо огромное, я себя теперь считаю знающей огородницей, вот бы еще научили, какие когда проводить подкормки и обработки. Но всему свое время я стараюсь, для того, чтобы вам удобно было все это, одну тему полностью собрать, все видео летние вот за одну тему, сейчас, например, формирование куста, так же, как раньше была тема, два томата в одну лунку, я все темы собираю в кучку, чтобы человек открыл, вот пришло, например, оповещение сегодня, он открыл, и все 6-7 видео подряд смог посмотреть. Это очень удобно для воспроизведения, потому что летом, когда мы кусочками смотрим, когда мы смотрим, у меня 17, по-моему, видеосюжетов на эту тему, когда вы 17-й видеосюжет посмотрели, вы уже можете забыть, что было в первом. Спасибо, все понятно, разжевали, объяснили, убедили Ольга Логутенко. А в теплице, когда убирать цветы и прищипывать, ну, это опять к теме, пора прищипывать верхушки, в теплицах мы смотрим, конечно, по своему региону и по погоде. Иногда некоторые люди вообще не прищипывают, если он, например, не достиг потолка, он растет и растет до самых морозов. Ну, а эндотерминатный, вы сами увидите, я летом показывала, я прищипываю тогда, когда он дорастает до потолка, я вижу, что дальше ему расти некуда, там он все равно обгорит. Я обрубаю, и он, вы сами увидите, что дальше ему расти уже некуда, некуда. А вообще, у нас вот регион холодноватый, и у нас в теплице они растут, пока они дорастают до верху, иногда уже и лето заканчивается. Так, и написано еще, Евгения Горбач спрашивает про эту же прищипку, а когда у вас сами кусты с последними томатами убираются? Это тоже по погоде. Вот у нас нынче была затяжная такая теплая осень, я убирала даже в октябре. А вообще, я стараюсь более спелые плоды убирать, которые на хранение там убираю, а все, что остается, оно растет до мороза, до заморозков. Как только мороз ошпарит все эти кусты, естественно, мы их уже убираем. У нас выбирать не приходится, и мы каждый-каждый денек стараемся как можно дольше, чтобы томаты в грунте, в открытом грунте, я имею в виду, стояли, что возможно еще что-то там у них созреет, еще увеличится размер. Поэтому мы до самого конца бьемся, иногда даже снег пролетает, а томаты еще у меня стоят. Вот Артем Ратов пишет, как и когда пикировать перец. Однако у меня еще один антифанат появился. Не верю, стержневой стол у перца прищемив, вы отправляете его на медленную и мучительную смерть. Но я спорить не буду с такими людьми, верю, не верю. Это на ромашке гадать мне некогда. Просто я скажу так, вот если я занимаюсь массовым выращиванием перца, ну это как рассады для продажи, ясно, что если бы они умирали после этой процедуры, я же не настолько глупа, один год умерли, все другой год умерли, а я все прищипываю, прищипываю. Я бы, конечно, этого не делала. Но если я это делаю, и если я об этом говорю, и показываю вам наглядный пример, ну явно они не умирают. Рассада прекрасная, никогда ничего не выбрасываем, и ничего не умирают у нас. Но, как говорится, переубеждать не буду. Если вам лучше и приятнее верить, что у меня все умирает, ну думайте так. Так, спасибо за полезное видео. Подскажите, сталкиваюсь с проблемой высадки, недетерминатной... А, вот Татьяна Глазова, Глазова или Глазова, извините, не знаю, как ударение, пишет, я сталкиваюсь с проблемой высадки эндетерминатных сортов на крайней грядке с северной стороны теплицы. Там скат теплицы, томаты рано начинают в него упираться, а для дентов там темновато. Подскажите, пожалуйста. Вот у меня, я уже говорила, они тоже эндетерминатные, растут именно как у вас, с северной стороны, и именно вот там, где скат. Она же у нас вот так идет, и вот так. Я делаю так. Вот растет, растет она до этого, до плечика. Дальше, где теплица вот так, я ее тоже, эту, ну как, этот томат, эту помидорку, ствол, я ее тоже изгибаю так, и вот к этим прям привязываю. Ну как, она идет у меня по форме теплицы, и до самого конца, как только она до центральной досуда доходит, я ее обрываю, все. Это проблема, вот, пишет Анна, да, ответьте, пожалуйста, меня тоже интересует. Кто как приспосабливается. Вот этот скат, эти плечики у теплицы, конечно, они нам мешают, хотелось бы, чтобы, например, они были ровной, четырехугольной формы, но тогда, вы понимаете, ни снег не будет скатываться, ничего. Я их тоже закругляю, также вот по диаметру теплицы. Олечка, опять вопрос. У меня, у вас такие красивые помидоры, листья зеленые, чем вы их одобряете, обрабатываете? Может, у вас есть видео на эту тему, то сбросьте мне, пожалуйста, ссылочку, Любовь Краснова пишет. Любовь, ну знаете, во-первых, я вот это, то, что вы пишете, сбросьте мне, пожалуйста, ссылочку, я это делать не умею, потому что всем объясняю. Я не такой непрофессиональный блогер, я больше огородница, сижу вот или в огороде, или со своими дома. Я технически не подкована, поэтому у меня вот такие вот, может быть, иногда несу разные видео, на которых нет ни ссылок, ни подсказок, ничего. Надеюсь, что когда-нибудь я этому научусь, потому что, как я уже говорила, после 60-ти жизнь только начинается, после 60-ти лет научусь всему, наверное. Но скажу вот про листья зелёные и про подкормки, про удобрения. Поймите, вот нынче высадив 2000 корней, как вы думаете, я успеваю их подкармливать и удобрять или нет? У меня головная боль, хотя бы привязать колышку, успеть в течение сезона, хотя бы пасынки успеть удалить, хотя бы проредить, хотя бы вот формированием кустов успеть заняться. Не знаю, опять же, верю, не верю, кто верит, кто не верит, но скажу честно, что в течение всего сезона удобряю очень редко, иногда бывает год вообще, они сидят без удобрения. Я в том году показывала, что иногда ложечку золы, вот так под корень рассыплю, ну как, это тоже удобрение, а потом это, во-первых, очень быстро идёшь по рядам и вот так опудриваешь, опудриваешь. Дождь потом пойдёт, оно всё туда уйдёт. Это вот самое примитивное удобрение, которое я делаю. Обрабатывала я их и то, я начинаю обрабатывать, я вот, например, 500 кустов обработаю, которые в одном поле, а остальные, которые частями, там 200, там 100, там 100, я уже до них не хожу, особенно, которые растут везде в закутках, я их вообще не трогаю, они у меня на самовыживаемости. Единственное, что я делаю, я весной покажу, весной я покупаю машину перегноя, прошу своих мужчин с барабанным боем, чтобы они мне всё это раскидали по участку, всё это перекапывается с грунтом, и так я восстанавливаю плодородие своей земли, потом из-за обработок бурной кислотой иногда обрабатываю какую-то часть, иногда какие-то там не обрабатываю, монофосфатом нынче какую-то часть брызгала, это для получения фосфора. Вообще, если честно, обработками и подкормками я почти не занимаюсь, ну, некогда мне. И, как показала практика, иногда и без этого они вырастают, главное весной заправить лунку правильно, и вот давать грунту восстанавливаться, добавлять свежего или свежей земли, или перегной. Как вы подкармливаете помидоры после посынкования, любовь красного? То же самое, никак не подкармливаю, ни после посынкования, ни до посынкования, потому что у меня посынкование идет почти ежедневно, летом, но вы понимаете, опять же, из-за большого количества, сегодня я посынкую теплицу, завтра посынкую вот эту вот, где 500, прохожу всего два ряда, третий день я посынкую еще что-то, и для подкормок мне уже просто-напросто нет времени. И с годами я поняла, что это и не обязательно, они вот в таких естественных условиях и растут хорошо, и более натуральный продукт получаю. Репортаж с передовой томатного фронта Галина Дворцова пишет, да, это так, у меня действительно как фронт, и у меня труд самоотверженный, это то есть, я свои интересы отвергаю, а их интересы ставлю на первое место, и тогда получается все прекрасно. Но не всякий на это способен, и не у всех есть возможности, опять же говорю, что работающий садовод-огородник, у кого, как я раньше работала, с 8 до 6, он находится на работе, конечно, невозможно не вырастить, не такой объем, не такой уход обеспечить, вот тщательнейший, как я, я вот хожу, как за детьми, и, конечно, вот такая возможность предоставляется, только когда выходишь на пенсию, или когда вообще, ну, что говорить, у всех у нас разные условия, и поэтому, если у кого-то не получается, они пишут, да не верю, этого не бывает, но вы, может быть, просто по-настоящему не посвящали себя огороду, не ухаживали, пойдете на пенсию, все у вас получится. Так, Оля, спасибо за ответ, спасибо за ваш позитив, я люблю ваши видео, за простоту, хотелось бы узнать побольше про картофель, агротехнику и сорта. Смотрите, с картофелем у меня еще проще, это Залифа Белина пишет, так как я все время провожу со своими томатами, картофели отвожу меньшее времени, то у меня очень просто, я высаживала раньше много сортов, и белые, и красные, и там всякие, потом я нашла один сорт, называется Инноватор, он такой продолговатый, как лапоть, я его купила, как для раннего урожая, раннеспелый, но посадив его один год, посадив его второй год, я поняла, что это лучший сорт, который я вообще в жизни видела, он вытеснил все другие, потому что, во-первых, поспевает рано, мы уже, когда в июле, в августе, мы уже свежий урожай, подкапываем, едим, картофель у нас здоровая, красивая такая, вытянутая формы, овальной, очень хорошая урожайность, никаких заболеваний, ничего, и я хотела потом, через лет 7-8 уже его выращиваю, хотела обновить сорт, купить в магазине еще раз, такой же сорт, не нашла больше, если кто увидит сорт Инноватор, можете купить, не пожалеете, скорее всего, это какой-то новый сорт, ну, в смысле, когда раньше я смотрела, там всякие розаны, еще какой-то, я не видела его, и вот теперь я его храню, как зенец ока, чтобы не потерять его, он такой, есть же гладкая кожура у картофеля, а он такой, знаете, шершавый, как вот змеиная кожица, вот такой, как это, ну, кожа крокодила, или кожа змеи, из которой сумочки делают, вот такой вот консистенции, ну, как структура кожицы, очень хорошая, мне нравится, и теперь я буду выращивать только Инноватор, но в магазине больше не вижу, к сожалению, у нас еще город такой, что к нам не все завозит, хотела нынче купить привикур, вот в начале сезона, нет еще, будет или нет, не знаю, я в шоке, я без него теперь не представляю, ни посевов, ничего, очень облегчает труд, особенно тех, кто массово вот на продажу хочет выращивать, кому некогда протравливать, семена отдельно, почва отдельно, я на него подсела, уже два или три года пользуюсь, купить не могу, теперь проблема. Так, пишет Надежда Чернова, вот моя однофамильца, подскажите, пожалуйста, какие сорта можно посадить два в одну лунку, а какие только один корень, ой, девочки, я уже устала говорить, вот только что, всю эту тему, я собрала прошлогодние видео в одну и теоретические, и показывала в теплице, все-все-все, целую неделю выкладывала и сказала, всех, кого интересует тема два в одну лунку, смотрите, так что я надеюсь, вы понимаете, что я не могу каждому печатать ответ, вот только что прошла неделю назад, перед Новым годом, где-то месяц назад, эта тема, и снова эти вопросы, но вы немножко назад отлистайте темы, они все там есть, все вот очень разжевано, вот подробно, подробно, еще раз скажу вам, если вы хотите все темы смотреть, чтобы не задавать потом таких вопросов, делайте подписку, вам будут приходить уведомления, и вы все по порядку, тему за темой, все узнаете, все это есть, смотрите на канале, я не знаю, если, ну, ни одна женщина написала, будьте более терпимы, там, к тем, кто, вот они не могут найти, но вы понимаете, он, человек, не может одну тему для себя найти, а имея такое количество подписчиков, я тем более не могу каждому сидеть и печатать ответ, которые повторяются, вопросы одни и те же, одни и те же, одни и те же, я, конечно, ну, объясняю, но я сразу говорю, сейчас печатать некогда, и вообще, сижу с утра до вечера на заказах, даже ответить устно вот на эти ответы, и то, это очень много времени занимает, вы видите, что уже вот ролик очень длинный, и пора уже закругляться, пишет, добрый вечер, начинающий садовод, весной у меня вообще не завязывали с помидорами, наверное, жировали пастынки, обрывала, вычитала, что их надо удалить, листья на одну треть, вот как раз я про все это уже рассказывала, вот вчера все это было, нижние удалять совсем, не знаю, то ли время пришло, то ли подействовало, но хоть немного было, правда, больше зеленых, почитайте еще раз про формирование, вот все эти темы, и вот правильное формирование томатных кустов, оно ускоряет получение нашего урожая, то есть томат, вот эти видео, зачем удалять нижние листья, там зачем прореживать, томат не будет выкармливать нижние пастынки, нижние листья, нижние цветочные кисти, нижние плодовые кисти, если вы всех этих нахлебников уберете, то у вас и спелых будет больше, поспеют они раньше, и если крупносортный сорт, он будет крупнее, помидоры отлично цветут, потом отваливаются, как будто кто ножом срезал, третий год, в чем причина, но их не ножом срезал, они просто не завязываются, и если нет плода, конечно, он будет цветок опадать, буду позже об этом говорить, в прошлом году было видео на эту тему, почему они не опыляются и не завязываются, это может быть и температура очень высокая, выше 30, и влажность, если большая, отсыревает пыльца, она не падает на пыльники, не завязывается все это, эта тема очень сложная, причин может быть очень много, но сейчас я об этом рассказывать не буду, это отдельная тема, мы сейчас вот о формировании куста в основном, я закрою вот эту тему, все которые вопросы к вчерашним видео, которые я выложила, я постараюсь ответить, спасибо большое за объяснение, такая красота, так захотелось лето, бегом заняться, да, очень хочется лето, скажите пожалуйста, это терминантный сорт или индент, это про денежное дерево, в характеристиках пишут, в одних статьях, одно в других другое, 50-60 сантиметров, нет, они не 50-60 сантиметров, вообще денежное дерево, конечно, он очень редкий сорт, и полноценных описаний я тоже не вижу, давно уже, ну недавно я их вообще нигде не видела, вообще он высокий, денежное дерево, он может и до 2 метров вырасти, я точно не знаю, индент он или нет, потому что, ну у нас осень приходит, заканчивается рост, возможно, если бы в теплице я его выращивала, можно было бы увидеть, бесконечно у него вот это, продолжительный рост или нет, ну вообще это рост, высокорослый, да, метр 70, метр 80, у меня он вырастает в открытом грунте, в теплице не выращивала, и точно знаю, что он не 50-60 сантиметров, он выше, повторение мать учения, рада, что нашла ваш канал, вот про, нормирую нагрузку урожая, у крупноплодных, опять про формирование, муж этим летом так нещадно чикал цвета, я замиранием сердца смотрела, на это пишет Раиса Водовоз, даже ругала его, за то, что подверг моих, подверг моих лялечек, такой экзекуции, этот способ действительно работает, но мы делали интуитивно, ничего об этом не читали, я вот сразу скажу, у меня есть даже специальное видео, в прошлом году, не жалейте цветы, убирайте лишнее, я один раз, один год, я тоже есть видео, русский богатырь, высокорослый, крупноплодный, он так красиво цвел, у меня рука не поднялась, обрезать их, в каждой кисти, по 15-18 цветков, хотя я всегда говорю, у крупноплодных, оставляем 3-5, не больше, и потом он был весь увешан томатами, но маленькими, 100 граммовыми, 150 граммовыми, хотя он должен быть 300-500 грамм, вот эта вот наша жалость, она чревата тем, что крупноплодные томаты могут измельчать, если мы не уберем лишние цветы, вот у кого-то они не опыляются, цветы опадают, проблема, а у кого-то сильно хорошо, все опыляются, все 18 штук в кисти опыляются, и получается, вместо крупных русский богатырь по весу черри, все, так, я просматриваю видео с описанием сортов, готовлю колбасадок, у меня вопрос по сорту сибирская тройка, в ролике кусты сформированы, как будто удалены не только листья, но и пасынки, а говорите, что посадил и забыл, так нужно ли удалять пасынки, как лучше, вот смотрите, вы написали комментарий под видео, сколько листьев у томатов в теплице нужно удалять, но у нас ведь формирование томатов различается в теплице и в открытом грунте, вот в теплице я удаляю и пасынки, и нижние листья внизу, даже у тех, которые можно выращивать по принципу, посадил и забыл, почему догадаются все, потому что в теплице благоприятные такие условия, для возникновения фитофторы, и если лишние листья и пасынки не будем удалять, просто-напросто я это делаю, чтобы проветривалось хорошо, чтобы не было там застоя воздуха сырого, чтобы все там, ну чтобы им условия были хорошие, им, а не фитофтори, а на улице я вообще с ней ничего не делаю, я ее высадила, действительно посадила, забыл, если там лишние листья, или если там лишние пасынки, потом, если они будут мне мешать, я вижу, что они друг друга загораживают, могу и обчикать походить, если нет, они будут так, это вот очень, вы должны очень хорошо понимать, что от условий выращивания зависит, и вот эти виды формирования, иногда мы обстригаем, вот в теплице очень-очень много, чтобы все проветривалось, а в открытом грунте можно и бросить так, потому что там все-таки ветерок, там все проветривается, там никогда сырость не застаивается, особенно летом, если тепло. Пчелка наша какая молодец, пишет Татьяна Арт, подскажите, как часто рыхлить томаты? Ну, опять это зависит от того, где вы и как часто поливаете, вообще во всех справочниках написано, рыхлить грунт, если вы уж рыхлить и анимульчируете, нужно после каждого полива, потому что, если мы польем землю, она начинает подсыхать, и образуется вот эта корочка, пленочка, опять зависит от грунта, если у вас грунт рыхлый, плодородный, может быть вы два раза прорыхлите за сезон, и вам достаточно, а если у кого, например, глинистая такая почва, после полива вот эта корка засыхает, и все, туда уже не проходит ни воздух, ничего, каждый смотрит свои условия. Я как делаю? Я, конечно, не рыхлю каждый день, некоторые есть такие фанаты, что они рыхлят, рыхлят и рыхлят, я вот один раз полила, прополола, после каждой такой капитальной прополки, я, во-первых, и перед прополкой прорыхлю, чтобы корни хорошо выдергивались, и вот после прополки прополола, прочистила, прорыхлила, и все, хватает надолго. В следующий раз я приду сюда рыхлить, опять же, это у меня как генеральная уборка, так же дома, сколько раз в год вы делаете генеральную уборку, не каждый же день, нет, и это, потом смотрю, зарастает, опять обильный полив, удаление травы, рыхление, ну, два-три раза не больше, я тоже очень часто не рыхлю, это же большой объем трудозатрат, поползай-ка там между ними, порыхли. Так, спасибо за видео. И вот пишет Валентина, показывает канал Светлана, лоди сад, а подписан канал Ольга Чернова, это как, это вот про томат Казанова, но я уже ответила, что я не знаю, что такое лоди сад, это, наверное, какой-то сайт тоже, про выращивание растений, это видео мое, но, как я понимаю, показать его, и, например, скопировать, или куда-то скинуть, может любой человек, я не очень хорошо технически разбираюсь, как это делается, но я иногда захожу на совсем посторонние сайты, вижу там и фото мои, и видео мои, потому что они в открытом доступе, у меня нет каких-то ограничений, вот вы написали сейчас лично мне на мой канал, вот это мой канал, а если вы где-то увидели на другом канале это видео, просто я вначале всегда говорю, что с вами Ольга Чернова, на любом канале, на каком бы вы ни увидели, если я говорю, что это я, ну, значит, просто кто-то скопировал видео, пусть принимают опыт, мне не жалко. Так, вот смотрите, дальше Ольга Шинкевич пишет, это последнее будет, потому что по времени много, сколько кистей нужно оставлять на томате, это видео, пишет, так смотря, когда вы высадили томат, и куда, у вас растение уже в июне дало 5 кистей, я даже удивлена, сколько общаюсь с красноярцами, никто больше 5 не оставляет, а если помидоры по 500 грамм, то 3 кисти самое большое, и это теплица, а не улица. Но 3 кисти в теплице, это мало все равно, вы говорите абстракто, типа, смотря какой сорт, так вы расскажите на примере конкретно, назовите их, приведите приемы теплицы, улицы, потому как сейчас идет тенденция практики выращивания в открытом грунте, а такую азбуку можно прочитать везде, а вы свой опыт покажите, расходишите конкретно, но если для вас это не конкретно, я и так показываю свой опыт, не ваш же опыт я показываю, я не знаю, куда уже конкретнее, пишите, покажите на улице в открытом, я показываю везде, и на улице, и в открытом грунте, но вот тут у меня один комментарий, или Ольга Шенкевич, она только пришла, как-то откуда-то, левые зрители, вот только что первую видела, или человек, как я не знаю, не воспринимает правильно вот все, во-первых, и конкретно рассказано, конкретнее уже некуда, и показано и на улице, и в теплице, и разные примеры, и называю сорта, еще конкретнее, можно только приехать ко мне и жить со мной в огороде, и смотреть, все, тогда будет вообще конкретно, вот пишет Татьяна Щелкина, улыбнемся сейчас последний комментарий, и все, спасибо за ваши видео уроки, я тоже живу на Алтае, намного южнее, мы не посынкуем, редко привязываем томатики на улице, но климент меняется, у нас часто буря, короче, устанавливаем теплицы, ваше видео нам в помощь, новичкам, хотя мне уже 64 годика, вот такой, такой у меня первоклассник, в 64 годика, новичок, и таких очень много, которые только после завершения своей трудовой деятельности, начали заниматься огородом, выходят в огород, и для этого я рассказываю очень-очень подробно, очень-очень конкретно, вот про формирование кустов, про различные способы, приемы, у меня снято 17 видео с разными нюансами, все, я их почти выложила очень много, смотрите, если какие-то вопросы, задавайте, сразу извиняйте меня за то, что не всем я отвечаю, потому что это нереально, и снимать, и писать статьи, и отвечать, но по мере своих сил, пока будут силы, я буду, конечно, отвечать, и хотя говорила, что на, про новичка в 64 годика будет последнее, вот еще одно странное видео, которое я не поняла, автор, может быть, еще более подробно задаст вопрос, пишет Елена Пикалова, Оля, ваша тема, сколько кистей оставлять, у меня получается, одна или две кисти, не больше, как добиться больше кистей, я написала, Елена, так,